Перешение в горле, о чем говорит процесс? Перешение в горле означает блоки какие-то возникают. Или вы неправильно, слишком громко говорите, или горлом, то есть не от сердца, а от горлового центра, когда вы делаете, то перешение будет эмоциями повторять, а надо сердцем, и с низкий голос должен быть. Перегружается горло, когда горловым центром. Или еще не размято, тоже горло, слишком громко повторяю. Ваш вопрос? Сразу вставайте к вопросу, чтобы люди видели вас. Нет, надо микрофон дождаться. Вот у меня во время молитвы могло из-за неправильного дыхания стать нехорошо. В голове жжение... Нехорошо стало, потому что блок, дошли до блока, стало нехорошо. То есть это с дыханием вряд ли связано? Нет, дошли до блока, дошли до блока, стало нехорошо. Все понятно, спасибо. Голова закружилась, да? В голове, в спине, потом вроде... Это значит, где-то было ближе к 50-й минуте, да? А где-то на середине. А? На середине, значит, сосуды, значит, сосудистые проблемы. Да? Ваши вопросы. Пульсация в пояснице была. Была пульсация в пояснице, и почему-то образ тещи иногда сбывал. Значит, вы ей помогали. Теща образ помогали ей, значит. Какие-то сложности у нее, или связь у вас такая сложная. У меня возникло ощущение, что ей трудно почему-то вот такое... Да, значит, вот Бог вам помогал через вас, ей помогал. А поясницу что? А поясница там лечилась. Мои хорошие, у вас кроме тела что-то есть вообще какие-то ощущения? Может быть, в душе что-то у вас произошло? Ну, давайте. Я хотела бы спросить, было ощущение, что свечение вокруг меня, я как будто бы на облачке, а потом появился образ солнца, яркая глаза, желтый цвет. Это очень хорошие образы все. Просто надо все равно слушать и славить, слушать и славить. Не надо западать на образы, образы являются помощниками в настроении. Вот образ возник, не надо сказать, ай, как хорошо, и все, забыла про молитву. Надо слушать голос и отдавать. И этот образ использовать для того, чтобы слушать и отдавать. Образы — это помощь Божья. То есть это вам для того, чтобы вы знали, что такое Божья любовь, благодать, вы получаете знания от этого, вы знаете, что это такое теперь. И это надо теперь отдавать Богу. Вот получили образ и отдавайте его, благодарите его, назад отдавайте, благодарность. Молитва — это обмен. Получили что-то от Бога, подавайте назад. Не смакуемся, дим, радуемся образу, а все тебе принадлежит, мой Господь. Все, что я получил, все отдаю я тебе, как песня поется. Да? Большой вопрос. Рагина Ильич, скажите, пожалуйста, что это была за молитва? И о настроении вы слышала? Настроение, молитва «Отчинаш» на арамейском языке, на языке, который Иисус Христос говорил. То есть прям вот эти же самые слова? Да. Такое настроение у меня в какую-то такую глубокую печаль прям уходила. Ну, это же христианская молитва. «Отчинаш». Ну, как-то мне не хотелось такой печали. Я чувствую, что… У меня не было печали, у меня была радость. У меня была радость. Ну, как бы там, когда распяли креста, там печаль и радость сразу все вместе. Это духовное настроение. Ваши вопросы? Коллеги, это может слышно нас уже, нет? Может, попробовать можно? Ну, давай, давай онлайн у нас вопросики обычно хорошие. Да, слышно ли это? Давай. Олег Инатьев, спрашивают, что Вы рекомендуете за 3 часа до ретритов не кушать? Вот. Ну, бывает, что там проходит какое-то время после предыдущего приема пищи и есть сильное ощущение голода. И прям не удерживают, люди идут прямо перед ретритом. Перед ретритом есть опасно. Потому что ты забираешь энергию в молитвы, можешь бухнуться, можешь голова закружиться, можешь все что угодно. Поэтому, ну, хотя бы за час, за два. Но мы как бы, как? Вот мы пришли, час все равно проходит здесь сидим. Потом ретрит начинается. Если человек вот в перерыве, пока все писать идут, он еще там перекусил, тогда, конечно, будут проблемы. Так, из Испании вопрос, когда заканчиваем молитву, еще не ушел блок в ногах. Нужно ли продолжать немножко дольше, пока не отпустят? Не, не надо поймите, что это не совсем блок. Потому что, когда мы пять слоев проходим, то опять первый слой начинает чиститься. Это не блок, это просто у вас там отек, как бы блоков нет. Вот мы пять слоев прошли, все, блоков никаких нет. Все блоки прочистились. Когда мы в конце, на последних минутах, кто в теле легкость почувствовал, как будто все снялось? Это означает, что вы все пять слоев прошли. Жар, очень сильный жар. В конце пошел? Нет, среди времени. Ближе к концу, там, жар. Жар означает энергия лишняя, не выдерживали вы нагрузки. С каждой минутой же сильнее и сильнее была энергия. Дальше, Лен, вопрос. Спасибо. Такой вопрос. Чтобы не пытаться мыслям, на протяжном звуке мыслям повторяла имена Бога. Это нормально? Нет, не нормально. Надо вот сильно погружаться в тот звук, который мы произносим. Иначе это будет просто какой-то хаос. То есть во время этого звука еще повторяешь еще что-то. А потом во время повторения еще этого еще что-нибудь повторяешь. Ну и так далее. То есть это хаос. Надо погружаться в тот звук, который у нас есть. Надо ничего думать. А вот беременные. Каждый раз на ретрите малыш пинается, побаливает живот. Немножко тревожно. А вдруг я делаю плохо малышу и подвижным положением, а не о молитве, получается, думаю. Надо аккуратно беременным. Если чувствуешь перегрузку, расслабилось. Не надо живот напрягать. Очень аккуратно, расслабленно сидишь, молишься, все. Не надо напрягаться сильно. Потом психонет, вообще выскочит. Еще можно, да? Последний вопрос давай. Так, 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 так. Екатерина спрашивает, как быть, если не получается совсем сосредоточиться на молитве, на святом, на то, что вдохновляет? Или сосредотачиваешься на несколько минут, и потом опять сложно, как будто повторяешь без чувств? Это значит, что судьба сильнее вас. Надо слушать сильно тех, кто молится, и сильно, со всей силы, благодарить Бога. И постепенно придет благодать. Не надо отчаиваться, надо продолжать, продолжать сражаться. Идет сражение. И кто побеждает, сильнейший побеждает. Рано или поздно вы победите. Все, Лена, у нас время уже закончилось здесь лекционное. Значит, мои дорогие друзья, смотрите. Вы очень сильно потрудились. Это самая глубокая душевная работа. Глубже не бывает. Это очень сильное влияние даже не на здоровье, не на вашу жизнь, а на судьбу. Поэтому судьба обязательно будет давать откат. Это означает, что сегодня вечером, завтра утром, завтра днем ни с кем не выяснять отношения. Если кто-то к вам лезет, бросается на вас, не реагируйте, иначе будет сильный конфликт. Сильнее, чем обычно. Если вспомнили мои слова, остановитесь, уйдите сразу. Не надо это. Вот потом дальше. Никому не рассказывайте, что с вами здесь было несколько дней. Пускай все глубоко уляжется, а потом будете делиться, иначе вы расплескаете. Вам перебьют, вас скажут, да все это фигня. И вы потом потеряете это чувство молитвы. А очень важно его сохранить. Поэтому скажите, что вам запретили говорить на несколько дней. Там 4-4 дня будете рассказывать. Следующее. Надо ночью, в эту ночь, хорошо очень поспать. Выспаться, потому что будет сильная усталость. Вот сейчас пока, может, вы не чувствуете. Но будет обязательно очень сильная усталость. Потому что был сильный душевный труд. Может быть, вы к этому не привыкли. Следующее. Что хочу вам сказать. Это поднимите руку, у кого легкость, вот здесь сильная в груди, легкость такая появилась, как будто отпустила. Это значит, что вы преодолели какую-то судьбу. А у кого тяжесть, наоборот, налилось, вот тут сердце такое, как камень. Это значит, что у вас плохой период грядет. И судьба вышла наружу для того, чтобы вы ее побеждали. Вот и молитесь дальше со всей силы, чтобы камень этот прошел. Вам Бог подсказал, что могут быть сложности. Кто из вас чувствовал счастье во время молитв? Это очень хорошо. Кто видел духовные образы? Я тоже видел. Это очень хорошо. Кто из вас, у кого сильные эмоции подкатили к вам, и вам тяжело было? Это значит, что шла борьба, судьба, какой-то блок вскрывался психически. Кому стало плохо во время молитвы? Это блок. Пришел блок. Кому стало плохо и лучше не стало, поднимите руку. Это хорошо. А кому стало плохо и лучше стало, это хорошо. Это означает, что блок пробился. Кто из вас поменял положение тела? Совсем поменял, не смог. Это значит, что сильное статическое напряжение в теле. Надо в воде лежать, тренироваться. Кто из вас несколько раз поднимался, опускался, чтобы облегчить себе жизнь? Молодцы, все правильно сделали. Сергей Геннадьевич, а если кто-то наваливал в своем время? На вас кто-то наваливал? Из людей? Да. Как бы я сама считала. Это почем? Ну, любит вас, наверное. Вы женщина же притягательная, на вас наваливались. Бывает такое? Притягивайте людей. Вот. Хорошо. Вам понравился ретрит? Жалеете? Теперь знаете, как молиться дома. Молиться точно так же. Все делайте точно так же. Нет 65 минут, сколько можете. Статическое положение тела. Музыку включаем и поехали. Если хотите хорошие такие молитвы, у нас на сайте есть, в разделе материалы, есть духовная музыка. И там вот куча всего. Там и христианские, и мусульманские. И какие хотите там молитвы, все можно скачивать и под них пробовать молиться. А вопрос по позе можно? Ну? Вот, если, например, я привыкла в одном положении молиться. Так и молитесь. А вот, например, вот эта более сложная, вот, в алмаз, да, поза, не надо ее вводить? А потом, когда вы уже много помолитесь в одном положении, и 65 минут легко будете делать, тогда можете пробовать следующую. Я рекомендую 65 минут. Значит, можете следующую. А вот именно как вводить? Потому что, я, допустим, понимаю, что вот в этом в алмазе я не высижу 65 минут. Ну, прерываться дальше. Вот потихоньку вводить. Я тоже вот раньше в алмазе не мог высидеть, а сейчас высиживаю. Я бабочки раньше не мог высидеть. То есть, что и позы выходить, да, и вот, например, в алмазе одну хотя бы один раз? Нет, 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 одно положение надо делать непрерывно. Если вы в алмазе начали, значит, в алмазе и заканчивать. Не можете закончить, ну, меняйте тогда, что делать. Понял. Позы для молитвы используют только те, которые вы дали, или в которых сами привычно? Только те, которые я дал, да. Сами у вас чистки не будут. Если по-турецки будете сидеть, чистки не будет. Когда ушедших, а русские, тоже орел, да? Да, да, почему нет? Вы же поете для Бога Аллилуйя, а просто перед молитвой говорите, это для них. Даже если человек самоубийством жизнь покончил, если вы о нем не вспоминаете, вы можете молиться. Вы говорите, это для него, а дальше славите Бога и только о нем думайте. Все. Проблем никаких нет. А прям вот эта молитва есть на сайте? Есть. Да, это отец Серафим поет из Грузии он. А в любое время нам лучше как? Лучше с утра молиться. До шестерням или как? Ну, можно в любое время, но лучше с утра. Как встали, под душ сходили, молитесь. Спасибо. Самое первое, что надо делать, это молиться, не есть, не пить. Да, ваш вопрос сзади. Да. Мне надо завтра удалять зубы, а можно это делать или нет? Завтра можно удалять зубы? Можно. А вы раньше говорили, что после молитвы проявляется плод, который мы можем кому-то передать. Можете. А как это делать? Просто все, что я сейчас получил благо, это тебе. Вот так сказать и все. Бог все знает, он там все распределяет сам. Ему повторять не надо, он не склеротик. Он все помнит вечно. Сказали один раз, все, он вам отдаст все плоды, кому хотите. Потом не жалейте только, что вам не осталось. Ну, вам тоже остается. Да? Да. Олег Геннадьевич, большая благодарность вам, что наконец-таки в нашем городе прошел литрит. И несмотря... Все, кому не лень мешали, да? Да, и несмотря ни на какие препятствия... Даже Женя забыл включить онлайн, такого никогда еще не было. Все-таки мы победили. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Продолжение следует...